Всем добрый день! Сегодня будем шить кожаную сумочку из кожаной куртки. Выкроечку мы уже сделали на прошлом уроке. Такие будут две детальки и донышко. Накладываем нашу выкроечку на нашу детальку. Обчерчиваем мелом и вырезаем. Но прежде чем вырезать, вот у меня, допустим, здесь швы. И я знаю, что вот только я отрежу, пару раз на столе переложила, уже начнет распускаться. И вот чтобы этого не произошло, сразу до того, как начнете вырезать детальки, надо здесь вот проклеить. Клей Кристалл Момент прозрачный, очень вам в этом поможет. Итак, сначала проклеиваем, потом вырезаем деталечки, переднюю, заднюю часть сумочки, донышко. Впрочем, все по порядку. Выкроила я две основные детальки, передняя часть сумочки. Здесь такая розочка красивая, делала тиснение, внутри располагала кожу толстую. Такой мастер-класс есть, заходите, смотрите, кому интересно. На обратной стороне сумочки уже готовый карман. Как сделать такой карман, мастер-класс тоже у меня есть. Кроме этих деталек, по основной выкройке я скроила еще две детальки, значит, синдепон, посаженный на дублерин. Вот синдепон был, подкладка на синдепоне, без дублерина, а вот уже с дублерином. И вот такая делается деталька, вот плотная какая-то, такая в меру твердая. И вот эту детальку я зафиксирую клей-карандашом. Вот так на основной деталечке зафиксирую и буду шить это как единое целое. Я так уже делала, мне так очень нравится. Вроде бы и мягкая сумка, и в то же время в меру твердая. Ну и, конечно, будет держать форму благодаря тому, что вверху у нас фермуар. Размер фермуара 18 сантиметров. Это вот от одного крепления до другого. И вот именно эту выкройку мы делали на основе этого фермуара. Кто не видел прошлый мастер-класс, могу сказать, глубина выкройки 27,5 сантиметров. Здесь от центра в сторону 19,5 сантиметров. Вот это вот, значит, выточка, так сказать, которая образует донышко 6 сантиметров. Здесь 5,5 сантиметров. Фермуар в половинном размере 14,5 сантиметров. И поэтому по этой линии мы отложили 14,5 сантиметров. Отсюда наши детальки будут сострачиваться. Размеры донышка 27 на 14 сантиметров. Все эти цифры с учетом швов. Ну, теперь, значит, клеем-наклеиваем вот это. Закрепила только по краям. Вот, получается вот как одна деталька. Хотя здесь две кожаная. И вот подкладка с индипоном и плюс дублерин. Ну, вот на донышке, пожалуй, покажу. Ну, кожа такая вот мягкая, тянучая. Поэтому можно так вот немножко, чтобы не растягивать. Пунктиром как бы. Это будет достаточно. Если где-то какой-то миллиметраж выглядывает, надо все это осноровить, чтобы все у нас было тютелька в тютельку. Чтобы легче было нам пришить донышко к основной детальке, вот шов у нас сантиметр. Значит, пол сантиметра примерно. Ну, пусть чуть больше, но главное, чтобы не сантиметр. Вот так смазываем клеем одну сторону. Здесь также смазываем клеем. И вот благодаря этому клею оно зафиксируется и стачивать нам будет без проблем. Держится прекрасно. Также боковые будем сначала промазывать клеем и потом стачивать. Так, донышко пришила и отстрочила. Вот по этой стороне. Здесь у нас швы. Здесь отстрачивать не стало. Значит, справедливости ради, надо сказать, что донышко по ширине уменьшила на сантиметр. Значит, не 14 у нас здесь, а 13. 13. Чтобы уже наверняка нам хватило вот на эти шовчики. Вот сейчас будем разбираться подробно. Значит, тут серединку наметили. Донышко. Вот так прикладываем. Смотрим, где у нас та серединка, где меточка. Вот она у нас. И здесь вот ставим такую же меточку. Фломастер не видно. Мел толстую линию делает. Ну и так же делаем с этой стороны. Прикладываем. Где меточка там у нас. Потому что вот чуть-чуть вы сделаете вот этот шов больше или меньше. Уже вот здесь будут какие-то неточности. Вот здесь вот будет уже погрешность. И вот теперь на величину этого шва еще раз ставим вот эти вот меточки по нашей выкроечке. И прострачиваем. Чтобы сточать, все так же промазываем клеем. Вот так вот выглядит наша сумочка теперь. Ну и теперь надо вот здесь сточать. Здесь и здесь. Все так же смазываем клеем. И стачиваем. Вот эти шовчики делаем в разутюжку. Вот так раскрываем их. А потом эти швы, чтобы с лицевой было аккуратнее. Ручными стежками вот так вот просто можно закрепить. Вот к этому синдепону. И с одной и с другой стороны. Вот так вот выглядит теперь наша сумочка. Теперь надо приложить фермуар от центра к краю и посмотреть, нет ли у нас здесь свободы. Вот сколько сумочек пошила. Значит, эта мерочка у нас 14,5 сантиметров. А когда начинаю пришивать фермуар, всегда вот образуется откуда-то лишний сантиметр. Ну, вроде бы и не должно растягиваться. Но нам этот сантиметр очень даже будет кстати. Сейчас поймете почему. Вот так вот прикладываем. Это оно внутри будет вот так пришиваться. Вот видите наш стежочек. И вот он идет сюда. А мы замеряли вот до этой части. И вот он сантиметр образовался. И этот сантиметр нам потом пригодится. Покажу на готовой сумочке. Вот здесь вот сумка, подкладка идет как бы в свободном полете. Потому что здесь пришиваться, ну, просто не к чему пришиваться. Так, с этим разобрались. Теперь, значит, надо сделать донышко. Донышко я сделала по мерочкам. Вот наша донышко без швов. Нашла хороший-хороший толстый картон. Приклеила сюда, значит, ну, я приклеила ленточки. Можно приклеить просто какие-то кусочки ткани. И по нашей мерочке, по нашей выкройке, сделала вот такие детальки. Это называется подложка под ламинат. Вот наша выкройка сумочки. И я выкроила вот такие две деталечки. Здесь они идут по ширине донышка. Вот так вот приклеим. И в сумочку вложим. Можно было донышко как бы вот сразу приклеить. Но я попыталась, и получается тяжело вывернуть сумочку, когда здесь вот маленькое расстояние. Здесь вот у нас фермуар, вы помните, 18 см. Вот поэтому решила сделать так. Это приклею и вовнутрь вставлю. Так, ну и теперь нашу конструкцию. Сюда я еще приклеила вот такой уплотнитель на донышко. Значит, я решила, что вот это донышко приклеивать я не буду. Просто вложим. Вверху оно потом зафиксируется, когда пришьется фермуар. Вот уже прекрасно держит форму. Сумочка стоит. А еще у нас будет подкладочка на синдепоне. И будет держать форму еще лучше. Донышко у нас не тонкое, поэтому вот здесь образовалась лишняя длина. Ее, конечно, надо отрезать. Теперь занимаемся подкладочкой. Подкладка будет с двух слоев, так сказать. Значит, это подкладка на синдепоне. И сверху, значит, не пожалела крепотлаз. Красного цвета. Ну, хочется мне, чтобы сумочка была красивая не только снаружи. Снаружи она уже вырисовывается красивая. Ну, чтобы и внутри была красивая. Значит, чем больше у нас внутри всякого уплотнителя, синдепона и так далее, тем больше мы должны от основной выкройки отнять. Вот я уменьшила на сантиметр. Здесь на сантиметр. И по бокам на сантиметр. Шьем подкладку. Подкладочку обязательно прогладьте через ткань. Вот у нас была подкладка с синдепоном. Мягкая такая, бесформенная. И вот я прогладила. Как будто бы на нее наклеили фрезерин. Вот такая она стала плотная, твердоватенькая. То, что нам надо. Подкладочка наша готова. Здесь вот один такой большой карман, разделенный на два. Этот глубокий до донышка. А здесь прострочила, чтобы был помельче. Ну, теперь выворачиваем и вставляем сумочку. Подкладочку вставили вовнутрь сумочки. Когда убедились, что подкладочка полностью соответствует, надо вот здесь вот закрепить. Значит, как здесь я делала, я вам уже говорила. И точно так же делаем на подкладочке. Эту часть смазываем клеем. И вот так аккуратненько приклеиваем. Вот так у нас должно получиться. Эта вот часть, которая не пришивается, она потом закроется. Вот этой частью, но тем не менее, надо, чтобы все было аккуратно. Так, значит, здесь мы приклеили. Здесь все слои. И кожа там, синдепон с подкладкой. Значит, подложка под ламинат. Вот эта подкладочка. Ох, сколько много слоев. Все это сначала наживила через край. Потом зигзагом прострочила специально, чтобы сделать край тоньше. Чтобы он у нас мог разместиться вот здесь вот, в нашу рамочку. Ну, и теперь будем эту рамочку наживлять. Значит, находим середину сумочки. Находим серединку фермуара. Все это совмещаем. Можно на фермуаре. У меня как бы легко центр определить. А если у вас не легко, обязательно поставьте, значит, фломастером черточку. Этот фломастер потом вы легко можете стереть жидкостью для снятия лака. Так, вот серединка сумочки. Вот серединка фермуара. Будем сюда заправлять. И наживлять. Я буду использовать пушер, по-моему, называется. Вот так вот буду заправлять. Начинаем именно от середины. И наживлять будем вот прямо через край. Кожа, конечно, не любит, чтобы ее там прокалывали. Но тоненькой иголочкой, нечастыми стежками Закрепим По всему периметру. Наживили и начинаем пришивать. Если мы наживляли, изнанка была нам к лицу, То когда пришивать будем фермуар, То лицевая сторона сумочки смотрит как бы на нас. Пришивать начинаем от края и прямо до края. Потому что мы видим, что сумочка уже наживленная, Что край уже хороший. Значит, первую строчку прокладываем Пунктирной линией пришиваем. Вот таким образом у нас получается. Пунктир. Не стежок в стежок, А вот как бы через один. Иногда заглядываем на изнаночку. Это для того, чтобы мы могли Легко удалить потом нашу наживушку. Я шью вот такие крепкие ниточки. Они хорошо подходят к цвету фермуара. И так прокладываем первую строчку. Первую строчку проложили. Наживушку удалили. Прокладываем вторую строчку. Вот справедливости ради надо сказать, Что именно вот этот фермуар Пришивается сложно. Он красивый, оригинальный. Не такой, как другие. Две ручечки тут. Застежка интересная. Но вот здесь на изгибах Отверстия настолько маленькие, Что я шью, смотрите, Какой тоненькой иголочкой Еще и плоскогубцы использую. Вот получается тут отверстия хорошие, А вот здесь они сплюснутые. Так что вот выбирайте сами, Если надумаете шить. И вот здесь вот эти крепления Тоже мешают, значит, пришиванию. Пришивается сложно. Ну ничего, уже завершаю. Все нравится. И вот теперь у нас получается уже Стежок в стежок. Уже строчка у нас Стежочек в стежочек. Вот так с изнанки. С изнанки не сильно аккуратно. По-другому никак здесь не получается. Но потом мы все это заклеим Кружевом. И будет красиво. Вместо кружева я решила Сделать, ну как бы, кружево Своими руками. Именно вот с кожи, С которой мы шили сумочку. Значит, сделала вот такой вот трафаретик. Вырезала по длине фермуара. Ширина, по-моему, полтора сантиметра. И дароколом По центру Делаю вот такие отверстия. Эти штучки удаляем. Так, ну и теперь закрываем Наш некрасивый шов Красивым кружевом Кожаным Ручной работы Собственного производства, так сказать. Ну вот можно было Магазинное кружево Туда приклеить. Бывают Самоклеющееся кружево Но пока еще Такого я не нашла. Ну вот нравится мне Придумывать что-то новое И воплощать Все это в жизнь новое. Поэтому вот придумала Сделать Такое вот Кружавчика, можно сказать. Так, ну и приклеиваем. Наносим клей Прям вот немножечко Вот сюда вот Вот так По пару сантиметров И приклеиваем. И так все по периметру. Все, сумочка наша готова Готова полностью. Как вы помните Фермуар небольшой 18 сантиметров Ну а сумочка Получилась немаленькая Да, сейчас она не пустая И мы посмотрим Что в такую сумочку Может поместиться Сергей Есенин Блок стихов Куплено с удовольствием В Киеве 2010 года На Подоле Ой, как вспомнят От рыночек Художники сидят Между прочим После посещения Киева В 2010 году Я увлеклась живописью Пишу еще картины Прелесть Любовь моя Сергей Есенин Так, кошелек Пудреница Косметичка Вот это небольшая сумочка Боже, очки Я и забыла Что я туда положила И Смартфончик А здесь У меня большие планы У меня большие планы Вот так вот Любимый мой фильм Жестокий роман Вот такое видео Вот такой вот мастер-класс Внутри все аккуратненько Мне нравится Чтоб бачка Были вот так Чтоб вот такая Была форма Сумочка Как бы мягкая Но форму Держит прекрасно Кому понравилось Видео Не стесняйтесь Ставьте пальчик Вверх Кто не подписался Подписывайтесь На мой канал Впереди вас ждут Не менее Увлекательные Видео Следующее Видео Будет Сумочка С фермуаром И с шапки Вязаной Шапочка Будет Вся Обвязана Норковыми Голубыми Полосочками Все А на сегодня До свидания Всего вам доброго